всем привет анонсируем следующий нож который будет использован на тестах это файдинг black satin нож фронтауны автоматический составил 440 на клинке за . заводская ю тубе уже есть в интернете некоторые обзоры этого ножа но обзор я делать не буду то есть будет нож протестирован на кухне будем смотреть как работает механика после того как он будет работает забивается ли внутренности или не забиваются можно его использовать в работе или нет по данному ножу присутствует довольно таки ощутимый люфт вертикальный горизонтальный механика работает без наританий срабатывает механизм с таким хорошим отдачей в руку когда складывается и раскладывается вот руку я алюминиевая клипса не шатается дело в том что естественно что некоторые тот же самый кроты который выпускает фронтальные ножи некоторые думаю я тоже не знаю как он поведет себя в работе будет ли он срабатывать с таким же легкостью если туда попадет что-то не не говорю что там продукты какие-нибудь то есть песок трава веточки опилки мы завтра это все увидим будет у нас все это стандартно то есть мясо крылья и баночки вот всех еще волнует такой момент сможет ли пробить при открытии нож бумагу чтобы долго не думать мы сейчас посмотрим берем салфетку сначала берем салфетку то есть мы видим при встрече салфетки с клинком пружинный механизм не срабатывает клинок не фиксируется пробуем розетку для записи бумажку более плотная структура бумажки то есть пружины еще хватает чтобы открыть закрыть то есть мы видим о том что как фильмах показывают курточку кожу и все остальное данный нож мощность пружины не позволит нанести сколь существенную травму тем более пробить кожу поэтому завтра у нас будет просто обыкновенный тест ножа и завтра будем видеть как он будет отработать спасибо всего доброго итак уже завтра сегодня у нас нож ладил про этот нож я вам рассказывал вчера в интернете довольно много обзоров но обзоры какие то есть чего ручка состоит какая клипса всего остального сегодня мы будем этот нож использовать по прямому назначению то есть разделка и работа естественно что ножом этим удобство сомнительное так как присутствуют довольно такие ощутимые люфты но нам интересно как поведет себя механика после взаимодействия с разными продуктами будет забиваться не будет забиваться итак начинаем проверяем сначала заточку заточка из коробки заточка посредственная в процессе видео будет смотреть как он будет работать механика на данный момент отлично итак первая часть уже порезанная мы видим грязь начала набиваться в щели между клинком и плашками вот сейчас закрывать открывать я не буду чтобы дабы туда не попался это продукты так сказать ненужной жизнедеятельности и поэтому сейчас я уже помою и посмотрим как будет вести себя механика и 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 а и и и и и что при попадании воды вовнутрь механизм срабатывает очень с большим напряжением то есть надо прикладывать на кнопку больше усилий чем ни было на клинке остаток воды которая я так думаю остается внутри вот на клинке есть некоторое замятие просто чуть-чуть заблеснела режущая кромка то есть сталь здесь сами прекрасно понимаем не из последних хай-тековских но то есть рукоятки достаточно осталось воды но в принципе кнопка разрабатывается что можно сказать в принципе нож может использоваться в таком ключе но желательно конечно чтобы внутрь механизма ничего не попадала и так впереди у нас крылья не буду я до конца садить режущую кромку впереди у нас крылья построим как он справится на крылья и на банке и так продолжаем нож был помыт высушил в печке капнут маслом механика осталась восстановила свою первоначальную скорость выброса просто так сказать никаких проблем с механикой нет единственное что могу посоветовать тем кто захочет приобрести такие ножи фронталки то есть после использования на кухне или еще где-либо закрываем крылья закрываем крылья промываем большим количеством воды внутри высушиваем капаем туда масло через какое-то время механика восстанавливает свою работоспособность крылья промежит еще более менее нормально а вот уже бумагу уже с трудом Нас интересует вопрос качества стали и механики. Продолжаем. Итак, подходы к нам с открытием. Проблем с перерезанием никаких нет. Единственный неприятный момент это вертикальный люфт. В процессе работы ты его привыкаешь. Никакого дискомфута не вызывает. Кнопка вывинает в этом месте на пальце на сгибе. Клипс в руке практически не ощущается. Можно видеть, что крынок прорежет без проблем. Заводочка на крылке заводка. Последний крылок. Все, крылья закончены. Протираем нож. Механика работает как часики. Пробуем построгать. Т.е. мы видим, что нож строгает без проблем. Механика осталась на том же уровне, как и была. Проверяем заточку. Проверяем заточку. Впереди вот последний этап. Нажим гимой банк. Баночка открыта. Смотрим нарежущую кромку. На режущей кромке есть один микрозамин. Практически невидимый. Механика осталась так же сама. Делаем стандартную процедуру. Делаем стандартную процедуру. Четыре, пять. По пять раз каждой стороны. Нож восстановил свою замотную заточку. Никаких проблем с крымком нет. В одном месте видно джаминчик. Механика осталась так же сама, как и была. За 40 долларов нож просто, можно сказать, порадовался. Тим можно выполнять любую в разумных пределах работу. То есть даже если в остре попадает грязь, она прекрасно вымывается напором горячей или холодной воды. Заливается туда чуть-чуть масла. Механист разрабатывается. И нож восстанавливает свои функции. Флипса прикручена намертво. Пластик. Алюминий не потерся пока. Спасибо. Жду ваших вопросов.